Деревянные улья Сам себе человек строит жилье. Нетребование к материалу простое. Должно быть теплое, легкое, обладающее шумозащищающими свойствами и нейтральное к различным фобам пчел, то есть к микрофлоре, чтобы на поверхности этого материала болезнетворное ничего не развивалось. Вот это как бы идеальные улья. Поэтому появление пенополистирола, ну просто напрашивается. Улья из пенополистирола. Толщина стенки этого улья эквивалентна 30 сантиметрам сухой древесины. То есть не надо к улью строить специальный зимовник, как это дорогостоящее тяжелое сооружение. Улья легкие. Его можно переносить, с ним легко работать. В этом улья пчелы прекрасно зимуют, быстро развиваются и дают меда в 2,5-3 раза больше, чем, как говорят у нас, в дровах. Мы хорошо знаем, что пчелы, обоняние пчел в 10 раз лучше, чем обоняние самой хорошей собаки. Если бы им что-то не нравилось, они бы не селились. Если вы поставите три улья, скажем, из пенополистирола и три деревянных, то рой, который мотается и ищет, где бы ему поселиться, всегда выберет улья из пенополистирола. Это идеальное для него жилище. Вся Скандинавия, Канада, Север Соединенных Штатов. То есть все страны, где суровые климатические условия и тяжелая зимовка, они сейчас переходят, в основном закончили переход на эти ульи и на эти рамки. К его преимуществам нужно отнести следующее. За счет того, что у улья тепло, а пчелам нужно плюс 35 всегда внутри улья, пчелы меньше болеют. Раз меньше болеют, не требуется никаких препаратов для их лечения. В деревянных улях, чтобы спасти семью, пчеловоды покупают все и вносят в ульи все, что только можно. Начиная от антибиотиков, заканчивая боевыми отравляющими веществами, чтобы бороться с паразитами, с клещами. Боевые отравляющие вещества, запрещенные во всем мире, у нас они широко, бесконтрольно отправляются в ульи. А так как мед и воск – это прекрасные ацербенты, то все, что мы поместим в ульи, немедленно оказывается в меде. Раньше Россия была крупнейшим экспортером меда в мире. И сейчас наш мед не покупает практически никто. Любая проба меда показывает в нем наличие антибиотиков. В этих ульях нам это не требуется. У нас естественное природное развитие семьи. Простой расчет. Чтобы поддержать температуру ульи в деревянном, чтобы держать его сухим, пчелу расходуют на 30 килограммов корма больше, чем находясь в этом улье. Ну вот уже первые 30 килограммов – это ваше. Далее. Этот ульей пропускает солнечный свет. Это крайне важно. Как все ходят в солярии, пчелам тоже это приятно. Приятно деткам. Не развивается микрофлора патогенная, меньше гибнет пчел. На свет появляется значительно больше пчел. И вот это количество пчел, называют силой семьи, настолько велика в этом улье, что они еще на 20-30 килограммов больше меда приносят. Вот и получаются простые плюсы. К этому добавить то, что зимовка проходит с минимальным расходом корма. Вот эти составляющие образуют те преимущества, которые так важны для пчеловода. Если бы мы эту съемку делали зимой, мы так же, как и сейчас, сняли бы крышу, и мы бы увидели пчел, которые под крышей спокойно ходят. Под крышей у них плюс 25. В 50-ти градусный морожен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!